хорошо друзья мы ну во первых перед тем как я представлю сегодняшних людей друзей преподавателей служителей как бы вы хотели так вы можете назвать их я бы хотел поблагодарить всех кто помогает в организации этих вечеров потому что я знаю я просто вижу друзья что многие кто служит начиная с группы теми кто выставляет эти все микрофоны и все что здесь нужно они действительно делают экстра практически все эти люди в понедельник и в четверг заняты библейском колледже практически все эти люди уже что-то делают ну в принципе как впрочем и вы все кто приходите просто для того чтобы слушать спасибо вам огромное что вы пришли этим вы выражаете доверие к тому что мы делаем и мы этим ценим перед богом ценим потому что это дорого для нас хорошо друзья сегодня вечером у нас есть присутствует василий и ольга ярыш это муж женой служители они приехали к нам из портланда очень хорошие друзья мы знаем их годы 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 ну минимум наверно 10 лет до если обманывают упростите ну примерно так в колледже знакомы раньше знаком общались или соприкасались вопросе образования поэтому для нас мы рады мы рады действительно что будет сегодня происходить друзья мы посоветовавшись с братьями я подчеркиваю с братьями служителями нашей церкви решили при согласии при содействии служителей чтобы в этот вечер преподавали обои и василий и ольга ольга будет служить сестрам василий будет служить братьям они будут говорить о психологии в семье о психологии постановки мужчины и женщины сестры и брата поэтому мы рады я не знаю если здесь есть люди которые скажем не очень этому рады я очень рад в этой сфере мне лично есть много чему учиться и они возьмут свое время как обычно как это было в прошлый раз примерно около девяти они придут к завершению поэтому пожалуйста василий ольга кто первый начинает пусть бог благословил мир вам дорогие братья и сестры рад сегодня быть вместе с вами многих из вас мы знаем с многими из вас мы хорошо знакомы некоторых мы не знаем но я думаю что в течение этого вечера мы познакомимся я думаю что этот вечер будет достаточно интересный хороший по крайней мере мы об этом вечере сегодня молились и искали слово от господа говорить к вам ко всем нам чтобы наши семьи ваши семьи были сильные чтобы в жизни наш или ваши было много благословения от господа аминь ну и прежде всего я ожидал в основном только женатых людей сегодня но я вижу среди вас есть люди которые неженаты поэтому я хотел бы знать сколько есть женатых людей здесь поднимите руки кей скажем больше половины женатых людей и и неженатые люди и неженатые там и все понятно я думаю что будет очень полезно для всех и для женатых и для неженатых людей пока настраивается аппаратура я хочу сегодня иметь powerpoint показывать некоторые вещи если даст бог если получится все и хочу прежде сказать несколько мыслей знаете для мужчины прийти на семинар по семейным отношениям это огромнейший подвиг и на этот подвиг способны только сильные мужчины поэтому я знаю из практики своей с практики консультирования семей у нас в церкви я знаю что для мужчины сказать что я пойду на семинар где будут говорить о взаимоотношениях в семье обычно мужчина не все нормально чуть туда пойду у меня все хорошо зачем мне туда идти у меня все в порядке я знаю что я делаю поэтому те мужчины которые пришли я обычно я знаю что это люди которые готовы учиться и у этих людей чаще всего в жизни все получается намного лучше почему потому что если человек игнорирует некоторые вещи игнорирует у меня говорит все хорошо все хорошо проходит какое-то время может быть год может быть 5 лет и какой-то приходит кризис потому что писание говорит о том что усоветующаяся мудрость писание говорит о том чтобы мы постоянно изучали постоянно обогащали и росли Поэтому, как вы знаете, семейные отношения – это одни из очень важных взаимоотношений и одни из самых сложных взаимоотношений. Поэтому для тех братьев, которые пришли сегодня, от меня лично для вас особенный респект. Молодцы, пусть Бог благословит. Я знаю, что это будет благословением для всех нас. И я вижу, что процесс пошел, поэтому мы где-то уже включаемся в PowerPoint наш. Осталось еще. И я думаю, что все вы готовы. Первые 40 минут буду говорить я, потом будет говорить моя жена. Нам поручили тему говорить о психологии взаимоотношений, психологии мужчины и женщины. Я не знаю, почему так решили. Или мы психологи такие, или еще по какой-то причине. Но со смирением мы приняли эту тему и решили поделиться некоторыми мыслями. Ну, прежде всего, что такое психология? Психология. Может быть, кого-то это смущает слово. С греческого определения психи, это означает душа. И у каждого из нас есть душа, да? У кого из вас есть душа? У каждого есть душа. Значит, мы все имеем душу. Значит, у нас у всех есть отношение к психологии. Поэтому мы будем говорить с вами о душе. О душе твоей, о душе моей, о душе каждого из нас. И что интересно, что душа наша, она отличается от души соседа, который сидит рядом возле нас. И еще Писание, кроме того, оно призывает к тому, чтобы мы вникали прежде всего куда? Да, прежде всего, вникали в себя, в себя и в учение. То есть в учение мы вникаем, изучаем Слово Божие. Как вникать в себя? Вот вникать в себя, это посмотреть в свою душу. Кто я такой? Что я за творение такое? Что у меня за душа такая? Кто я вообще такой за человек? Что у меня в этой душе находится? Вообще, каким меня создал Бог? И вот об этом мы сегодня с вами будем говорить. И бывает очень часто в моей служительской практике, когда приходит человек на консультацию и говорит, пастор, знаешь, проблема. Проблема, ужас, кошмар, тяжело, брак, тяжело, взаимоотношения сложные, трещит по швам, что делать? И приходят люди, ну вот в таком вот кризисе, говорят, проблема, что делать? Я, когда они кричат, вот так я, я смотрю на это немножко по-другому. И хочу сегодня дать всем секрет. Если вы хотите, хотите секрет, да, чтобы не было, не было проблем в браке, что для этого нужно? Что нужно, чтобы не было проблем в браке? Что нужно, чтобы не было проблем в браке? Интересное место, которое я нашел в Библии. Что нужно, чтобы не было проблем в браке? Апостол Павел говорит, Впрочем, если и женится, не согрешит, но таковы будут иметь скорби по плоти, а мне их жаль. И так, чтобы не было проблем в браке, нужно не вступать в брак. Вот и простой секрет. А все остальные, которые вступили в брак, апостол Павел говорит, а таковы будут иметь что? Проблемы. Когда человек приходит и говорит, пастор, проблемы, ужас, не знаешь, что делать. Я говорю, нормально. Писание об этом говорит. Так должно быть. Так должно быть. Все идет по плану. Все идет по плану. И он дальше говорит, почему? По настоящей нужде за лучшее признаюсь, чтобы, что хорошо человеку оставаться так. То есть не быть женатым. Но не все хотят оставаться так. Все хотят жениться. Все хотят выйти замуж. Мы хотим выйти замуж, жениться, но мы не хотим иметь проблем. Но реальность жизни показывает совершенно другую картину. Итак, может ли быть брак без проблем? Ответ? Нет. Кого из вас это разочаровало? Но такова жизнь. Это реальность нашей жизни. Но хочу сказать, что нам тогда делать? Некоторые говорят, ну может быть так лучше остаться. Неженатым. Всю жизнь жить неженатым. И по статистике, статистика говорит, статистика говорит, что женатые люди, они более счастливы, чем неженатые. Статистика говорит, что женатые люди, у них лучше здоровье, чем не у женатых. Финансово женатые более обеспечены. Продвигаются по работе, женатые лучше и легче. Потому что они умеют выстраивать взаимоотношения. Потому что они этому научились в браке. Поэтому они умеют находить общий язык на работе, в рабочей обстановке. Кроме того, женатые люди, они дольше живут, чем неженатые. То есть статистика, она говорит о том, что все равно женатым человеком, женатому человеку, по большому счету, лучше, чем неженатому. Женатому. Хотя Писание говорит о том, что есть сложности. Мы это все прекрасно понимаем. Что я вижу о браке? О семье. Семейные отношения, они могут быть либо хорошими, твердыми и похожими на очень счастливое райское отношение. Или же некоторых людей я видел просто в кошмаре, в ужасе, которые уже не хотят жить, им ничего не мило, им жизнь не мила, они просто хотят бежать и бежать не знают куда. Говорят, моя жизнь просто сплошной ад. То есть семья может либо принести райские отношения, либо адские отношения. И что самое интересное, это те люди, которые переживают адские отношения в браке, они, будучи неженаты, как некоторые из нас, из вас здесь, они думали себе, да не, это у кого-то там проблемы, это кто-то там разводится, это кто-то где-то конфликтует, я женюсь, у меня будет все хорошо. Они точно так думали, когда они собирались жениться. Но получилось что-то, каким-то образом все это пошло и в конечном итоге вот что они чувствуют. Поэтому сегодня мы говорим именно об этом. В чем проблема? В чем проблема? В чем проблема? Почему проблемы в браке? Если люди думали, то у нас будет все хорошо. Мы же так сильно друг друга любим. Но если так сильно друг друга любим, какие проблемы могут быть? Какие конфликты могут быть? Вообще этого непостижимо. Так в чем тогда проблемы? И ответ в этом я вижу в двух вещах. Первое. Это то, что мы с вами разные люди. Все здесь, мы все абсолютно разные. И второе. Это то, что Бог создал семью для того, чтобы мы наслаждались жизнью, друг другом, и для того, чтобы в нашем характере обрезать все лишнее, чтобы подготовить нас для вечности. И это Он делает в семьях. Вот это две причины. Поэтому начнем с первой. Начнем с первой. Что значит мы разные? Окей? Что значит мы разные? Мы разные. Но прежде всего, я думаю, если мы говорим о психологии, я думаю, многие из вас студенты учили психологию в колледжах, университетах. И вы, наверное, слышали разные определения темпераментов человека. И есть несколько систем, как определить темперамент человека. Есть первая система, которая называется там сандвини, флегматик, меланхолик и холерик. По-русски. Это приблизительно так же звучит по-английски. Не хочу издеваться над английским языком, произнося все эти слова. Но вы знаете. Кто слышал об этом? Окей. Многие из вас слышат. Это одна система, по которой определяют разные личности или разные темпераменты. Кроме того, есть другие системы, такие как диск. То, о чем сегодня я буду с вами немного говорить об этом. Есть книги написаны о том, что пять языков любви. Кто из вас слышал об этой книге, читал эту книгу? В этой книге, в сути, говорится о чем? В том, что каждый человек говорит на иностранном языке. То есть на каком-то отдельном языке. И как бы мы, общаясь на русском языке, мы думаем, что мы на русском языке общаемся. Но мы понимаем, что, оказывается, кроме этого русского, есть еще какой-то язык, на котором я говорю, и мой супруг или мой друг, он не понимает, потому что он как бы с другой страны. Как бы с другой страны приехал. Хотя нам кажется, что он понимает слово. Любовь. Окей. Но любовь для одних это уважение, это что-то мягкое. Для других любовь это подарки. Для третьих любовь это может быть серьезное, жесткое посвящение. Для четвертых любовь это может быть уступка. Но у каждого любовь, она ассоциируется с чем-то. И у каждого есть свое определение любви. Когда я говорю любовь, я подразумеваю одно. Человек, который слышит, он слово любовь воспринимает на своем языке, как он это видит. Поэтому сегодня я бы хотел, чтобы мы рассмотрели четыре основных темперамента, которые признаны и существуют на основании этой программы ДИСК. Может быть, некоторые из вас знают это. Я постараюсь это сделать кратко, поэтому я буду, наверное, много пропускать. Но основную мысль я хочу донести. В чем суть этого? Эта программа говорит о том, что есть четыре темперамента личности. Первый – это доминирующая, ДИ. Второй – это инициативный АЙ. Следующая – это стабильная С. И кропотливая G. И они, эти темпераменты, они связаны с какой-то, так сказать, каким-то зверем. И хочу, чтобы мы с вами рассмотрели каждый из этих темпераментов вкратце. Но прежде всего, кто такие ДИ, кто такие доминирующие? Ну, это люди, которые любят доминировать. Они хотят чего-то достигать. Это люди, которые имеют сильную волю. То есть это прямой человек. Это открытый, смелый, любит риск, борьбу, целеустремленный человек. И очень важно для этого человека, чтобы ему доверяли. То есть он высоко самоуверенный, мужественный, ориентирован на быстрый результат, любит командовать и очень пробивной. Кто из вас уже нашел такого человека в вашем окружении? Некоторые из вас уже нашли, правильно? И что я хочу, чтобы вы сейчас сделали? Прежде всего, чтобы вы определили, кто вы. Может быть, кто ваш супруг. И мы увидим вместе потом, какие есть сложности у вас и какие есть сложности у вашего супруга. И вы тогда начнете, я верю, понимать друг друга душу, психо, психологию друг друга лучше. Слабые стороны у доминирующего человека это то, что он не чувствительный к другим. Он игнорирует и идет на риск. Он готов рисковать много. Требует и ожидает от других слишком много. Мало терпит. Слишком быстро что-то делает. И много времени проводит в том, что сердится и раздражается на людей в том, что они медленно что-то делают. Им кажется, давай, 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 быстрее, быстрее. Время идет. Нужно жить. Ты что там сидишь? Ты что там копышишься там в чем-то? Давай, давай, время идет, жизнь идет. Надо что делать? Для них темпы жизни, активность, власть. Вот кто они. Они предпочитают сделать пять вещей на 80% качества, чем одно на 100. Им лучше быстро много что сделать, успеть что-то сделать. Это люди, как мы с вами говорим, доминирующие. Второй это инициативный человек. То есть это и экспрессивный, или же импульсивный человек. Для него важны взаимоотношения. Любит зажигать народ, влиять. Он такой шоумен. Самый эмоционально импульсивный человек. Болтливый, разговорчивый оратор. Оптимист. Он во всем видит все классно. Сейчас все будет нормально. И даже может красноречиво манипулировать, если это нужно. Спонтанный. Давай, поехали, делаем. Все мы делаем. То есть он действительно умеет наслаждаться жизнью. Довольный человек. Я думаю, что вы нашли таких людей, правильно, среди себя. Некоторые, может быть, себе что-то заметили. Такого. В чем слабости этих людей? Они не могут доводить дело до конца. И некоторые из вас, ой, еее. И вы делаете уже себе заметочку, да? Очень субъективны в принятии решения. Оценивает результат слишком оптимистично. Да нормально, мы же все хорошо сделали. Да мы успели, что мы все сделали, но всего лишь на 15 минут опоздали. Ну, в общем-то, это же не страшно. Пятьдесятники на 50 минут, ну, да мы всего лишь на 15, так что нормально. Говорит слишком много и мало делает этот человек. Ну, вспыльчивый, слишком много заданий берет для себя в одно и то же самое время. Не любит быть один или делать дело в одиночку. Любит преукрасить, преувеличить. На них нельзя положиться, ненадежный. И много воспринимает лично. Нуждается в системе ценностей и делает в последний момент, откладывая вещи на самый-самый-самый последний день. К тесту готовятся в последнюю ночь, заканчивают репорт в последнюю ночь, все делают в последний момент. Вот эти люди. Ну, они наслаждаются жизнью, но у них все хорошо, у них все классно, они могут другим людям рассказать, как наслаждаться жизнью. Вот такие люди. Следующий – это стабильный человек. Он же дружелюбный, он как бы помощник такой, он слон. Он очень терпеливый, он готов двигаться в таком терпении, очень надежный, на него можно положиться, он в команде хорошо работает, скромный, довольный тем, что есть, поддерживает других людей. Он сам по себе имеет консервативный подход к жизни, то есть он добросовестный, он не бежит вперед, стабильно, все хорошо, не спеша, добросовестно делает. Но делает все медленно, но аккуратно. И очень прагматичный подход, то есть он мыслит, решает, рассчитывает, но когда он решил, он уже идет и делает, делает это очень хорошо. Это качество. То есть есть такие люди. Обычно это люди, хорошие семьянины. То есть они в семье делают все хорошо. Слабые их стороны. Не любят изменений. Они противятся любому изменению, потому что они хотят, чтобы было все стабильно, хорошо, не спеша, но качественно. Любые изменения какие-то в планах, их просто выбивают. Куда? Мы же запланировали уже месяц назад. У нас все должно быть по плану. А ты говоришь, их такие вот спонтанные вещи, как у доминирующего или инициативного. Давай поедем сейчас куда-нибудь. Куда мы? Никуда не поедем. У нас есть план. Мы живем по плану. У нас есть конкретный план. И когда этого человека, вот что-то вот такие вот, импульсивный человек рядом, он просто, его просто это, ну, так сказать, достает. Он не может с ним работать. Он нерешительный. У него мало инициативы, мало творчества. Сильно зависит от людей, от контакта, взаимоотношений. Не решается людям что-то сказать или остановить, если двигается в неправильном направлении. То есть вот стабильные люди. Следующее, кропотливый человек. Это как аналитик, как такой процессор. Эти люди рождаются с системой в голове. У них конкретно есть система. Они хорошие, как бы, так сказать, программисты. У них все идет по хорошей программе. Очень высокие требования, стандарты. Любят высокое качество. Ориентируются на детали. Если дело не сделано, для них дело сделано на 80%, равносильно не сделанному делу. Для доминирующего на 80%, если дело сделано, они говорят, ху, дан дел, все, все готово, поехали. Следующее дело делаем. Для них же, не, подожди, мы же еще не закончили. Нам нужно продолжать. Работа не сделана. И они обращают на эти все детали. Для них 99% это еще не сделано. Когда есть то, ну вот, теперь можно идти и делать то, что нужно делать. Они самодисциплинированные и очень осторожные. По натуре они пессимисты. Например, у импульсивного, вы знаете, все хорошо, у него все классно. Все нормально, сейчас поедем. У них же не, подожди, ну как, подожди. Все же там плохо, смотри, как в кризис. Везде нужно продумать, нужно не спеша отложить, нужно сохранить, нужно продумать. А у них все, у этих импульсивных, совершенно все хорошо. У них, они живут верой, у них все хорошо будет. Видят мир через розовые очки. Эти же аналитики, очень аккуратны и корректны, сдержаны. Это то, кем они, слабые стороны. Какие у них? Они паникуют или теряются, если у них есть какие-то перемены, изменения в жизни. Избрали нового президента. Что теперь будет? Для импульсивных смеются. Для них это, подожди, реально может быть изменение в жизни. Подождите, это же страна может пойти, все это же. Нет гарантий. Для них же нужна гарантия, что все будет хорошо. Слишком много времени тратят на детали. Тяжело делегируют работу. То есть, вот мы с вами рассмотрели четыре основных типа личности, то есть души. И мы относимся к одной из них. Некоторые на все 100%, у некоторых есть смешанный темперамент. Кто-то говорит, ну у меня есть и доминирующее, например, и импульсивное что-то. Кто-то говорит, у меня есть и кропотливое, и импульсивное. И такое бывает. Бывает, очень редко бывает, что 100% человек чистый что-то. Но в любом человеке есть доминирующая личность. Например, или же кропотливый, или же импульсивный. Но кто-то, кто-то как бы больше всего проявляется в нас. Это понятно? Вы поняли, да? Это главная мысль. Теперь давайте посмотрим, как эти четыре темперамента реагируют, скажем, на покупки, на шоппинг. Например, доминирующий покупает необходимое быстро, несмотря на цену. Доминирующий заходит, так, мне нужно что купить? Мне нужно туфли, там штаны, окей, посмотрю, вот это хорошие туфли, хорошие штаны, это яблоки, все, поехали. Собрался и поехал. Все. Он быстро, несмотря на цен, он собрался, купил и поехал дальше. Инициативный покупает спонтанно. Он идет по молу, он смотрит, о, смотри, вау, классная блузка, давай покупаем. Он не думает, может быть, что у меня уже таких пять есть. Или, например, заходит брат в Home Depot, идет и смотрит, что там на сейле есть интересное. У него много ключей таких, ну, на сейле же классно, покупаем. Он покупает, потому что классно. Он импульсивный, он такой, он человек такой. Он такой человек. Например, стабильный человек, он, он по-другому подходит. Он выбирает товар тщательно, ищет гарантии. Он сначала посмотрит, ага, так, а что же это за ключи такие? Craftsman, окей, это хороший, наверное, какая-то гарантия. Lifetime warranty или нет? А, если не lifetime warranty, не надо. Зачем? Зачем покупать, если не lifetime warranty? Вы что? Зачем? Кому ключи нужны, которые? Ну, понятно, что они в пять раз дешевле. Ну, а зачем их покупать, если там lifetime warranty нет? Понимаете? Нужна гарантия, чтобы было. Вдруг что-то, чтобы стабильно все было. Точно так же и для сестер. Когда они покупают какую-то вещь или еще что-то, они смотрят гарантию. Гарантия. Слушай, это хорошее, это надежно, хороший бренд, наверное, качественное что-то. Следующее, это последнее, это наши G. Они говорят, что они берут, сравнивают цены, они выискивают самый лучший вариант. Они не спешат, находят купоны, вырезают купоны, складывают купоны, они находят самый лучший deal. Ты ему позвонишь, он тебе скажет в Альберсоне, вот это по этой цене, в Safeway, по этой цене, там в другой. Они знают до мелочей. Там 88 центов, а там 90 центов стоит, а там 95. То есть, это люди такие. То есть, вы теперь понимаете, кто мы и с кем вы имеете дело. Если ваш супруг, он один из, иногда вас водит, зачем эти вырезать купоны? Нужно быстро купил и поехал, зачем время тратить на купоны? Сейчас мы понимаем, но Бог его создал таким. Ну, такой он. Такая у него душа. Что делать? Понимать. Об этом мы с вами и говорим. Следующее. Ожидание. Ожидание. Как эти четыре темперамента ожидают друг от друга? Ну, например, Ди, доминирующие, ожидают много от других, мало от себя. Инициативные ожидают мало от себя и мало от других. у них все нормально, но ничего я не сделал. Какая проблема? Завтра сделаем. Да ты не сделал то, что ничего, как-нибудь справимся, что-то будет, будет нормально. Например, наши стабильные ожидают мало от других, но много от себя. Я должен это доделать. Я никуда не иду, пока я это не сделаю. Требует много от себя и много от других. Как-то он не сделал. Он на две минуты опоздал. На две минуты опоздал. И он еще является лидером или служителем в церкви. Как он это мог сделать? Я здесь уже... То есть, они ожидают много от себя и много от других. Вот это насчет ожиданий. По поводу отдыха. Как отдыхают эти четыре личности, четыре темперамента. Вы находите, да, полезную информацию для себя? Окей. Хорошо. Хорошо. То есть мы сегодня... Я сегодня не проповедую, вы понимаете, да? Сегодня мы говорим о психологии, о том, как Бог нас устроил. Мы сегодня говорим о том, кто мы есть. Просто вот о том, кто мы есть. То есть, какими Бог создал. Вникаем сегодня в себя. Окей? Не в учение. Сегодня вникаем в себя, чтобы понять, каким же нас Бог создал. Итак, отдых. Доминирующие отдыхают активно. Им хочется лезть в горы, рыбалку, лыжи. Им что-то нужно делать. Куда-то бежать. Они не могут сидеть. У них отдых активный. Они не могут просто сидеть. Им нужно что-то делать. Инициативные тоже отдыхают активно в большой компании. Им нужно, чтобы... Если мы отдыхаем, значит, нужна большая толпа. Едем все вместе в парк. Все. Два человека, неинтересно. Толпой. Потому что им интересно. В кафе. Куда-то вместе едем. Наши кропотливые, они другие. Они отдыхают в одиночестве. Любят маленькую, теплую какую-то комнатушку, компанию. Не любят активный отдых. Отдых в одиночестве, в тишине, с книгой. Спокойно. Вот для них отдых. Для них мечта. Когда я отдохну? Когда отдохну, говорит кропотливый, он имеет в виду, возьму книжку, сяду спокойно и почитаю. А если у нее, у этого кропотливого, муж доминирующий, и он говорит, жена хочет отдых. Сейчас я ей устрою отдых. Жена, завтра едем на лыжи, на горы. Потому что для него отдых, это вот отдых. И здесь получается то, что получается. Понимать, это важно друг друга. Следующее, конфликт. Также к конфликту относятся по-разному каждый из темпераментов. Например, для доминирующих, они очень требовательны в конфликте, когда начинается конфликт. Инициативные, они если видят какой-то конфликт, они нападают. Давай сейчас быстро разберемся, расставим, расскажем. Кто прав, кто не прав. Например, для стабильных, они могут уклоняться, говорить, да все нормально, оно как-то решится. Да в общем-то, как-то пусть решится. Кропотливые, они уходят, они говорят, это их проблема, моя хата с краю. Я ничего не знаю. Когда конфликт затягивается, тогда каждый реагирует уже по-другому. Например, доминирующий, когда он там воевал, он уже боролся, он по себе боец. Но когда конфликт долгий, он уже больше не может бороться. Он просто закрывается, закрывается и все. И инициативный приблизительно так же. Он начинает, когда долго конфликт длится, он просто начинает игнорировать. Он уже все, у него уже больше нет сил. Но у стабильного, наоборот, начинается серьезное отношение. У них начинается, наконец-то их раскачали стабильного, потому что конфликт уже пошел. Для доминирующего конфликт уже почти закончился. И он понимает, что уже конфликт дан, но стабильный только понял, что конфликт. Теперь нужно разбираться. И оно начинается. И если эти два человека живут в одной семье, то это может быть как снежный ком. Пошло, пошло, пошло. Например, если инициативный, он уже как бы высказал, выпустил пар. Все. Кажется, как бы эмоции утихли. И как бы кажется, что могло уже все и пройти. Но здесь есть уже стабильные, которые могут дальше пойти. Поэтому так реагируют разные темпераменты на сложные ситуации, сложные конфликты. Я думаю, что один из спикеров будет говорить о конфликтах в течение следующих двух недель. Поэтому я об этом больше не буду говорить. Диск и супруг. Во взаимоотношениях в семье. Во взаимоотношениях в семье. Ну, прежде всего, доминирующий любит держать все в своих руках. В семье. Он очень целеустремленный. Мотивирует семью на действие. Знает всегда правильный ответ. Могут очень четко организовать хозяйство и держать порядок в семье. Он старается, чтобы все работали и не было бездельников в семье. Потому что все должны знать, что им нужно делать. Если надо что-то делать, привлекают к работе всю семью. Видят они общую большую картину. Они быстро приступают к работе. Хорошо организованы. Делегируют работу. И могут запустить атмосферу рабочую. Например, если в доме есть доминирующий человек. Муж или жена. Он приходит. И так, 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 так. Все поехали, поехали. Поехали у нас гости. Через полчаса у нас гости. Ты, Матфей, бери пылесос. Ты, Катерина, подметай. Ты там все организовываешь. Жизнь пошла бы. Все, у нас сейчас будет классное время. Будут сейчас гости. Мы будем пить чай там вместе. Или что-то. Движение пошло. Вот они. Они мотивируют. Они мотивируют. Они командуют. И таким образом двигаются вперед. Есть проблемные места у них. Есть проблемные места у них. Какие проблемные? Слишком властны, господствуют в семье. Навязывают свое мнение, диктуют. Нет времени для семьи у них. Они не дают детям возможность отдохнуть. Все время от детей что-то требуют. И дети не имеют никакого покоя. Дети должны все делать. То есть у них должен быть порядок жизни. Жизнь должна кипеть. Они используют людей, если нужно, в семейной жизни. Трудно просить прощения им. То есть им тяжело попросить прощения, потому что они доминируют. Еще как я буду просить прощения? Я знаю, я прав. И чаще всего они правы в семье. Но их в семье все равно как бы чуть-чуть недолюбливают, потому что они всегда правы. А кто ж любит кого-то того, кто всегда прав, кто не умеет уступать? То есть, так давайте. Повседневная жизнь для них скучна. Иногда ведут себя бестактно и невежливо. Они трудоголики или варкоголики. С английским вам акцентом. Мышление цель оправдывает средства. Мужчины. Какие мужчины доминирующие? Они ожидают уважения к себе. Пытаются получить через результаты и успехи, и достижения. Вот я достиг, вот я смог. Если я смог, уважайте меня. Им нужно что-то делать физически. Нуждаются в успехах и победах. Если нет никакой победы, нет никакого успеха, то это вообще зачем жить? Им нужно побеждать. Женщины немножко другие доминирующие. Они пытаются получить тепло, любовь и ласку посредством прямого требования. Когда ты меня будешь любить, в конце концов? Почему ты меня не любишь? Я же ж ты видишь. То есть, прямое ясное, четкое обращение. Ожидают понимания от других людей. Открыто называют вещи своими именами. Прямо говорят и ожидают, чтобы с ними говорили так же прямо. Ну, шаги для развития личности. Вот именно доминирующего. Пытайтесь не доминировать. Доминирующие. По крайней мере, иногда. Больше жертвуйте во взаимоотношениях. Раскрывайте и делитесь своими чувствами. Да что там чувствами делиться? Надо дело делать, правильно? Ничего, расскажи, что ты чувствуешь. Вырабатывай терпение. Это большое дело. Научись слушать. И пытайся понять, что ваш партнер или супруг думает. Что он чувствует. Что он говорит. Окей? Вот доминирующая личность в браке. Инициативный. Его любят друзья. Или дети. И дети друзей любят. Много у них. Иногда у них хаос в доме. Но они дома, как директор церкви. Когда они приходят домой, то жизнь приходит домой. Они оживляют все. Дети веселятся. У них все начинает. Жизнь кипеть. Радости полно. Жизнь начинает. То есть они могут сделать так, чтобы жизнь кипела. Доминирующие делают все, чтобы все работали. А инициативно, чтобы все веселились в доме. Но его все любят. Потому что он вот таким образом может двигаться. Делает комплименты. И другие люди ему могут завидовать. Потому что он жизнерадостный. Они быстро прощают. Любят спонтанные действия. Добровольно берутся за новые проекты. Придумывают новую деятельность. Короче, живут весело. И в них влюбляются с первого взгляда. Потому что они интересные люди. Много энергии. Кто-то из вас любился в такого человека с первого взгляда. Потому что они такие. Вот у них есть проблемные места также. В его присутствии много может быть суеты. Мало организованности. Он забывает вещи. Нетерпеливый и плохо слушает. В беседе много говорит. Отвечает за других. Или вместо других. Отвечает прежде, не дослушав до конца. Забывает многие вещи. О своих обязанностях. Лучше хочет поговорить, чем работать. Начатое дело ему тяжело закончить до конца. Беспорядок может быть очень хорошо в их жизни. Я пропускаю некоторые вещи. Давайте следующий перейдем к стабильному. Стабильного человека девиз. Все должно быть в мире. Все должно быть хорошо. Мир, мир, мир. Это самый главный мир. Они хорошие родители. Редко они в спешке. Легко и реально принимают хорошие и тяжелые времена жизни. Ну что, пройдем. Все будет хорошо. Сейчас тяжело. Все будет нормально. Пройдем. 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 Продержимся. Их трудно вывести из-за равновесия. Хорошие слушатели. Проявляют сочувствие. У них немного друзей. Но они очень верны в дружбе. Компетентные и выносливые. Миролюбивы и дружелюбны они. То есть это вот кто эти стабильные люди. У них трудности в другом. Они. Их трудно раскачать. Завести. Но если ты их раскачал, они могут пойти нормально. Дальше двигаться. При новых идеях или изменениях остается. Они остаются пассивны. Не хотят на изменения идти. Вот. Это кто? Стабильные люди. Давайте мы пропустим. Потому что я хочу, чтобы вы услышали еще одного благословеннейшего спикера, который поделится намного лучшими мыслями, чем делюсь я. Поэтому я хочу быстро закончить, чтобы для вас была вот такая привилегия послушать следующего, который будет говорить после меня. Кропотливый. Строить свою жизнь по книгам. По книгам. У него все должно быть прописано. Все стандарты, нормы семейной жизни. У него все прописано. Он по книгам строит свою жизнь. Он хочет, чтобы все было правильно. Готов жертвовать своей волей, желанием ради порядка в семье. Ему не нужно быть в центре внимания. Но чтобы было все хорошо. Планирует все время. И придерживается этого плана. Методично делает дела. И хорошо организованный. Он видит проблемы и трудности. И ищет хорошее решение. Не спеша. Хочет закончить то, что начал. Такие люди слишком, ожидают слишком много. Ставят слишком высокие планки. И слишком точные. Эти люди обычно. Это самые хорошие архитекторы. Самые хорошие музыканты. Может быть они кропотливы. Они очень детально, хорошо. И из деталей доводят вещь до самого лучшего состояния. И это получают признание в обществе. Потому что это качественный какой-то продукт. Чего не может сделать доминирующий человек. Чего не может сделать инициативный. Он не может сделать такого высокого качества продукт. Потому что у него не хватает просто терпения. Правильно. Да. Странно-то. Эти люди могут быть злопамятные. И мстительные даже. Для них неудача это когда дело не доделано. Или сделано на 80%. А для доминирующего это успех. Для них это неудача. То есть это основные темпераменты, которые сегодня, к которому принадлежим мы с вами. Друзья, сегодня моя мысль. В чем моя мысль? Подводя итог всему того, что я сказал. Что я хочу этим всем показать. Прежде всего я хочу показать, что Бог создал нас всех разными. Окей? Если ты отличаешься от твоего супруга или твоего друга, это не конец света. Это нормально. Нам нужно научиться понимать их. Иногда мы можем говорить, обращаясь к своему супругу, когда ты в конце концов станешь нормальным. Знаете, что это подразумевает? Когда ты будешь делать дело так, как я это делаю. Правильно? А кто сказал, что ты нормальный? Но мы подразумеваем именно это. Когда ты станешь в конце концов нормальным. Или, например, супруг ожидает любовь от своего супруга. Каким образом? Каким он считает для себя. И он думает, что если меня супруга будет любить, она сделает то, что я хочу. Но она это может сделать совершенно по-другому. Потому что в ее понимании любого это другое. Вам один пример последней из семейной нашей жизни. И на этом я буду заканчивать. Интересное откровение по этому поводу. Когда мы только поженились, я думаю, надо же любить свою жену. Как? Я люблю кого? Самого себя. Ну так Писание говорит. Ну я принял это откровение. Я должен ее любить как самого себя. Как самого себя. И я разочаровался в какой-то момент. Знаете почему? А? Себя мало любить? Нет, я вам расскажу пример. Я люблю хороший стейк покушать. Я думаю, что некоторые мужчины со мной могут согласиться. Есть такие мужчины, которые могут... Окей, да, да, да. Так вот смотрите, я готовлю стейк, все приготовил. Самый лучший кусочек. Ну самый лучший, понимаете. Самый лучший. От себя. Как самого себя. Оленька, вот тебе, дорогая, вот самый лучший. Она даже не прикасается к нему. Я сижу на него, смотрю на этот кусок. Ты что, самый лучший кусок с гриля снял, ей отдал. А сам аж думаю про этот кусок, да? Потому что самый лучший. Она даже не прикасается. Думаю, в чем проблема? Ну, дорогая, я же тебе самая лучшая. В конечном итоге вот эта вот теншин оказывается рос, рос. Нам потом в конце концов говорит, да я не люблю мясо. Лучше бы ты мне самый лучший кусочек торта приготовил или дал мне. Для меня это было бы признание твоей любви. Вау. Оказывается, нам нужно стать студентами и учить, и учиться, и познавать и Бога, и своего супруга, что нравится им, на каком языке они говорят. Аминь. Поэтому, друзья, хочу сказать, если в ваших взаимоотношениях не все гладко, не все легко, не конец света. Бог создал нас такими. Окей? Ищите, что нравится. Изучайте, не опускайте руки. Понимайте себя, понимайте друг друга. Изучайте душу, психологию. Изучайте Библию. Молитесь. И я верю в то, что Господь будет подсказывать. И вторая мысль. Помните, я вам сказал, что первая, в чем причина в наших браках, это то, что мы все разные. Вторая причина, это то, что Бог через семьи обрезает в нашем характере все самое ненужное для того, чтобы подготовить нас к вечности. Бог придумал семью, как шап, в который Он обрабатывает нас. И потом в конце жизни смотришь, смотри, какие люди хорошие становятся некоторые. Почему? Потому что хорошо прожили в семье. И друг друга обточили, притесались, и все нормально получилось. Поэтому будем смотреть и на Бога, будем смотреть в себя, и будем уступать, и смотреть на наших супругов. И я верю в то, что Господь поможет всем нам, всем вам. И вы будете счастливыми, благословенными и крепкими семьями. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Мы вас благословляем. Я вас люблю. Мне очень приятно всегда приезжать в таком пасторе. Очень приятно. Петр Моисевич. Алекс, что пригласили. Пусть Бог благословит. Я думаю, будет все хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Очень хорошая аудитория. Приветствую вас, братья и сестры. После такого пастора тяжело говорить, правда? Вот. Он меня нахвалил, поэтому я всегда стараюсь в смирении приходить. Давайте, наверное, сначала немножко познакомимся. Меня зовут Оля. Она с Василием по 38 лет. Мы с ним женаты. Будет 12 лет в июне. Вот ровно на этой неделе будет ровно 12 лет. С того момента, как моя жизнь радикально изменилась. Он мне признался в любви. И вот настоящая счастливая жизнь началась. Вот. Я каждый раз это говорю, когда я где-то в колледже или где Господь дает возможность быть. Я говорю это каждый раз. Я искренне верю, что здесь среди вас большинство из вас люди, у которых мы можем многому поучиться. Я в это верю от всего сердца. Вот. Поэтому мы прежде всего здесь стоим в смирении. Я стою здесь в смирении. Не потому, что у меня есть что-то, чему я могу научить вас, но я верю, что каждый из нас сосут в Божьих руках. И слово, которое дает Господь, мы его доносим. Как Василий процитировал несколько раз, «Вникай в себя и в учение». Вы знаете, мы очень любим, ну, друг друга, конечно. Прежде всего мы любим очень, так как сейчас такая тема семейная. Господь нас благословил, у нас прекрасная семья. Это просто милость и благодать Господа. Я думаю, что любая христианская семья – это милость Господа. Когда мы видим то, что происходит вокруг в мире, мы должны ценить это. И абсолютно каждый день моей жизни я благодарю Господа за моего мужа. Он дал нам прекрасных деток. Троих у нас трое детей. Катериночка, Павел и Арианочка. Им 9, 7 и 6 лет. Поэтому благодарны Господу за нашу семью и за все, что Господь нам дает. Несколько лет назад Господь призвал моего мужа быть пастором. Ну, а меня он призвал 12 лет назад ему помогать во всем. Поэтому некоторые вещи, о которых я буду говорить, это вот мы как бы учимся сейчас из опыта нашего служения небольшого. И вообще из того, что мы видим в жизни, что мы видим в семьях наших близких, родных, друзей. И эта тема всегда близка нашему сердцу. Всегда близко у меня на сердце. Потому что я верю, что Господь нас всех призвал прежде всего быть Его свидетелями в этом мире. И когда мы имеем сильные семьи, когда в нас есть любовь, это яркое свидетельство того, что Господь жив, того, что Слово Его верно. Аминь. Поэтому я верю, что это наше призвание номер один. И потом все остальное, что Господь нам дает делать. У меня есть склонность говорить быстро, поэтому я заранее прошу прощения, если я начну тараторить, но я буду очень стараться. Работаю над этим уже лет 15 или больше. Итак, сегодня, как Василий уже сказал, псухи — греческое слово, означающее душу, наша душа. А я хотела бы, чтобы мы сегодня немножко поговорили именно о женской душе. Конечно, девушки, я буду говорить с вами, но мужчины тоже здесь. Спасибо, что вы не вышли, остались. Я думаю, может быть, вам тоже будет интересно послушать. Я хотела бы, чтобы мы немножко поговорили о женской душе. Если вы начнете исследовать этот вопрос или искать, вы увидите, что бесконечное количество шуток и всяких таких вот интересных вещей. Говорят, что женщина сама себя не понимает, женщина сама не знает, что она хочет. Очень много всяких шуток, что вот женщину тяжело понять, душа женщины противоречивая. И на самом деле это так. Но нас сотворил Господь, Он сотворил нас такими. И я думаю, что вот часть этого теста, который мы проходим по жизни, для нас, женщин, состоит в том, что нас Господь прислал в этот мир женщинами. Со всеми нашими эмоциями, гормонами, всеми процессами, которые происходят в нашем теле. С нашей задачей научиться правильно, по-библейски любить своих мужей, помогать своим мужьям, растить детей. И это то, что мы учимся, и то, что мы хотим делать. Итак, душа женщины. Вы знаете, я иногда показываю, в колледже, я думаю, мы все знакомы, есть такая пирамида потребностей человека. Она называется пирамида Маслоу. Может быть, вы когда-то видели, она выглядит треугольником, и там говорится об основных потребностях человека. Самые основные потребности человека – воздух, вода, еда, кровь над головой, место, где он может спать, потом работа, чтобы была возможность зарабатывать деньги. И когда основные потребности человека восполнены, тогда эта пирамида идет вверх-вверх, и дальше уже идут такие вещи, которые не жизненная необходимость. Такие как реализация, профессия, самоактуализация, то есть как-то проявить, а у меня же есть еще какие-то дары, таланты, мне их нужно как-то проявить. И вот вы знаете, когда я смотрю на эту пирамиду, я вижу исторически нашу жизнь. Как я сказала, нам 38 лет. И большую часть жизни я прожила в России. И я, конечно, мои родители, мои бабушки, дедушки, они все были христиане. И я наблюдала, конечно же, за своими родителями. И очень часто я анализирую, какой была жизнь раньше, и то, что я вижу, происходит сегодня в мире вокруг нас. И вы знаете, душа женщины, Господь нас сотворил. Я думаю, что у нас она такая же, как была у Евы. Такая же, как была у моей прабабушки. Но время, в которое мы живем, и наши потребности, все очень сильно изменилось. Все очень-очень изменилось. Я думаю, что те вопросы, те проблемы, те сложности, с которыми мы сегодня сталкиваемся, может быть, наши бабушки не сталкивались с ними, потому что когда они не знали, чем прокормить детей, как их накормить, как их разместить и так далее. Когда была сложная жизнь, никому не лезли в голову какие-то мысли, которыми сегодня озабочены женщины. Я знаю, что я буду говорить о многих вещах, которые, может быть, не касаются нас с вами. Но это то, что происходит сегодня в нашем мире. Я прочла одно очень интересное исследование. В России есть поисковая система Яндекс. Кто-то слышал о ней? Ну, как Google. Google в Америке, а там есть поисковая система Яндекс. Они провели такое исследование. Имеют они какой-то доступ. Я не знаю, каким образом они смотрят, вот что именно женщины вбивают, что ищут женщины в интернете. Когда женщины заходят на этот поисковый сайт, чтобы найти ответы на свои вопросы. Но мы здесь в основном Google пользуемся. В Google можно вбить любое слово, найти местописание, найти статьи, найти проповеди, найти любую информацию, рецепты, все что угодно. Так вот, они провели исследование, что сегодня в мире интересует женщин. Ну, не христианских просто. Чем сегодня вот в нашем мире озабочены женщины? И в России, и здесь в Америке, и везде сейчас более-менее с водой, питьем, и кровом над головой, и всех все хорошо. И что же сегодня беспокоит женщин? И вы знаете, когда я прочла эти результаты, мне просто стало не очень хорошо. Какие-то высокие цели, как оказать, как сделать какую-то благотворительность, как помочь кому-то, или даже, может быть, узнать что-то, как добиться успеха. Это мало кого интересует, просто маленький-маленький процент. Потом больше процент людей интересует, как быть счастливой. Женщины интересуются, в чем смысл жизни. И потом ровно в 10 раз больше женщин, тысячи, я не буду приводить эти цифры, интересуются не просто, как быть счастливой, или как добиться чего-то в жизни. Их интересует вопрос, как выйти замуж. И вы знаете, что еще хуже? Намного больше, еще в 15 раз больше женщин сегодня, в 2013 году, знаете, какой вопрос интересует? Как похудеть? Я с трудом поверила этому исследованию. То есть, что я хочу сказать? Мы сегодня живем в мире. Женская душа Господь сотворил, но она была всегда одинаковой. Но то, что нас сегодня окружает, то, что влияет на нас, то, что мы видим, то, что мы слышим. Я верю, что мы сталкиваемся, может быть, с какими-то другими вопросами, с какими-то другими проблемами, с какими-то другими вещами в жизни. Поэтому мы, как женщины-христианки, мы иногда, мы должны анализировать, мы должны смотреть, что происходит, кто на нас влияет, какие разговоры, с кем мы общаемся. И, вникая в учение, понимать, что мы должны формировать себя, свою душу. А наша душа – это наши эмоции, чувства – это наша воля, это наш разум. Что мы пускаем в свой разум, что мы пускаем в свое сердце, это все должно соответствовать Слову Божьему. Потому что мир, особенно в последние столетия, я думаю, никогда в жизни не было так все взбудоражено, как именно сейчас. Движение феминизма. Испокон веков сколько существует мир, 20 веков нашей эры только. Никогда не было таких вопросов, которые сейчас. А вдруг в начале этого века, ну уже прошлого, 20-го, поднялось движение феминисток, которые начали кричать, мы имеем право, мы имеем право работать, зарабатывать деньги, мы не будем исполнять законы, которые мы не принимали. И они добивались, 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 добились всего этого. И, может быть, иногда, общаясь даже с христианками, я вижу, что мы, нам нужно остановиться и проанализировать. В какой-то мере это может влиять на нас. Почему мы так считаем? Почему мы считаем, что муж должен или обязан что-то относиться к нам каким-то образом? Поэтому я думаю, что очень важно нам поговорить о нашей женской душе. Есть такой прообраз души, это птица. Ну вообще в литературе, в искусстве. Прообраз души, это птица. Ну даже у нас в христианстве есть такие псалмы, да? Душа, как птица, ищет хлеба. Птицы есть разные, правда? Есть какие-то красивые канареечки или калибри. Вот у нас даже в Ванкувере есть красивые. Ну, бывают дяклы, которые долбят. Ну, не дай бог, конечно. Или вороны, да? Птицы бывают разные. Поэтому душа, эта птичка, ну желательно бы лебедь верный, который будет рядом, пройдет всю жизнь. Как я сказала, женщины ищут ответы на свои вопросы, они ищут, как привести себя в форму или как выглядеть определенным образом для одной цели в мире, не в христианстве, чтобы найти мужчину, который решит все их проблемы. Это то, что говорит психология сегодня. Они ищут мужчину, который будет рядом с ними, который решит все их проблемы. Мужчину, который будет ими восхищаться, любить, лелеять и заботиться. И мужчина, в свою очередь, конечно, тоже ищет женщину, которая будет им восхищаться, его уважать, лелеять и заботиться. И, наверное, никто из молодых людей не думает так. Ну, мне кажется, очень мало кто так думает. Где мужчина, у которого есть видение в жизни, миссия, которого Господь призывает что-то делать, я хочу ему помогать. Вот мы с ним договоримся, я выйду за него замуж и буду вместе с ним служить. Наверное, никто, потому что сегодня мы говорим о том, что браки по любви, что браки основываются на любви. И я была очень удивлена, когда я прочла исторически, что никогда, опять-таки, за всю историю так много никто не говорил о любви, как сегодня. Никогда. Сегодня все так озабочены вот этой идеей любви, чтобы по любви, идеей влюбленности. Раньше вообще были браки по расчету или браки, когда родители выбирали супругов. И даже когда мы читаем Писание, мы видим, что Господь говорил из народа твоего. Люди женились, чтобы эта женщина была продолжительницей рода, чтобы она рожала им детей. Конечно, любовь – это библейская идея, сто процентов. Да, и мы знаем, Иаков полюбил Рахиль. Но никогда люди не акцентировали столько внимания на любви, как сегодня. И мне иногда кажется, что молодежь иногда, они даже сами не знают, о чем они говорят. Вот что это за любовь, о которой они говорят? Как ее определить? Какой-то набор чувств или каких-то эмоций таких? О чем говорят люди? Что же это за любовь? Поэтому, как говорил пастор, жизнь, как говорил мой муж, мы верим так, и мы стараемся так жить с Божьей помощью, что наша жизнь, этот отрезок, который дал нам Господь, да, мы по любви женимся, мы находим друг друга, но это не цель, это не точка. Мы верим, что Господь соединяет людей для того, чтобы вместе они были еще сильнее, еще более эффективными, и чтобы мы вместе, как семья, принесли огромную славу Господу. И это не просто слова, потому что сегодня, когда я вижу в своих друзьях или читаю посты на Фейсбуке, когда молодые люди влюбляются, понятно, у них много эмоций, понятно, что с годами как-то может быть холоднеет голова, да, и мы еще больше любим друг друга, но более такой настоящей любовью, посвященной, меньше каких-то вот этих чувств, эмоций, но иногда, когда я слышу вот об этой любви, влюбленности, когда говорят, он для меня все, он для меня весь мир, он для меня смысл жизни, и мне кажется, что иногда мы можем вот в этих эмоциях потерять настоящую смысл, настоящую цель того, для чего Господь предназначил семью, для чего мы женимся, выходим замуж, для чего мы живем вместе, когда формируются наши характеры, когда Господь дает нам возможность воспитать наших детей для Его славы. Но я немножко забегаю вперед, у меня есть еще время, я хотела, говоря о женской душе, я хотела вот тоже предложить вам, как я вижу, три типа женской души, три типа женщины. Ну, конечно, когда мы говорим о любых таких моментах психологии, мы понимаем, что не все 100% мы можем применить к себе, хотя я верю, что каждый из нас увидит себя в одном из этих типов. Для чего мы это делаем? Ну, вы знаете, мне нравится всегда, когда я вижу что-то, вот о чем говорят, я вижу так, а у меня этого не хватает, значит, мне нужно в этом развиваться. А в этой сфере, это моя сильная сторона, значит, мне нужно сделать фокус на другое. Но мы женщины, мы все так же разные, у нас у каждой есть свои сильные стороны. И вы знаете, есть женщины, которые умеют хорошо готовить, которые любят хорошо готовить. Ну, к сожалению, я к их числу не отношусь, но я учусь. Так вот, вы знаете, иногда я встречаю женщин, которые ну так готовят, они вареники готовят дома, понимаете, лепят вручную, и тесто они в хлебопечке делают. Они умеют дрожжевое тесто делать, они умеют Наполеон домашний печь. Ну, для меня это такие запредельные вещи, понимаете? И вот, когда они начинают разговаривать между собой, говорят, ты представляешь, есть рецепт домашнего майонеза или домашнего кетчупа. Вот, когда я такие вещи слышу, я говорю, как домашнего кетчупа? То есть, это как-то нужно купить помидоров много, потом их вытапливать, протирать, или там майонез как-то домашний делать. И вот они так вдохновляются этим и думают, мне нужно продолжать развиваться, быть хорошей хозяйкой. И они тратят, я не знаю, сколько времени, я не знаю, сколько это занимает, на приготовление домашнего майонеза. Так вот, я думаю, что если они уже хорошие хозяйки, может быть, ну, жизнь наша ограничена, у всех 24 часа в сутки. Я вижу, что иногда они могут быть так зациклены на кухне, что, может быть, они не успевают Библию читать по плану, там, раз в год, как положено, ну, как минимум, да? Или, может быть, в чем-то другом, может быть, деткам нужно больше внимания уделять, чем вот изощряться как-то в кулинарии. Поэтому я верю, что у нас у всех есть вещи, которые мы делаем хорошо, и если мы уже нормально, у вас хорошо получается готовить, тогда нужно нам фокус на другое. Может быть, почаще на служение приезжать или начать другим служением заниматься. А если вы уже 6 дней в неделю в церкви, дети голодные, значит, нужно понимать, что мой приоритет номер один это чтобы мой муж голодный не был, и чтобы у него носки всегда чистые были в комоде, да? Поэтому, в жизни всегда нужен баланс. И нам, женщинам, как, я думаю, даже больше, чем мужчинам нужно над этим работать. Знаете почему? Потому что мы очень эмоциональные, мы очень импульсивные. Если мы видим нужду, мы туда можем кинуться с головой и забыть о наших обязанностях, о том, что нам нужно делать. Поэтому вот нам нужно с этой эмоциональностью иметь это в виду. И вот три типа женщины, которые я хочу предложить вашему вниманию. Если вы, конечно, каждая из вас, наверное, увидит себя в одном из этих типов, тогда нам нужно развивать и поднимать другую сторону, чтобы был баланс и равномерность. Вы, возможно, слышали о них, но я дам вам свою собственную интерпретацию, как я это вижу. И глядя даже на нашу церковь, на моих знакомых, друзей, я вижу в них. Мы даже с мужем ехали в машине, я ему имена называла. Кто есть кто? Первый – это женщина-дочь, второй – это женщина-женщина, и третий – это женщина-мать. Независимо от того, каждая, конечно, из нас дочь, независимо от того, уже вы мама или еще нет, абсолютно каждая женщина относится к одному из этих типов. И по мере того, как мы растем, взрослеем, набираемся опыт, становимся зрелыми более, это, конечно, может не доходить до крайности, мы приходим к балансу. Женщина-дочь – это женщина-зависимая, она ищет покровительства, она ищет заботы, она ищет защиты, она ищет или тянется к мужчине, ну, когда она, когда Господь ведет ее к выбору спутника жизни, за которым она может спрятаться, как за каменной стеной, то есть она маленькая, хрупкая, не обязательно физически, да, вот в том, как она себя чувствует, мы говорим о душе женщины. Очень часто, ну, это уже, знаете, дело вкуса, да, кому какие нравятся женщины, это для мужчин уже тема, вот, поэтому каждая жена должна, должна, я думаю, прежде всего стараться угождать свою жену, а то у меня недавно подруга говорит, муж мне прислал на телефон фотографию, где я после родов, я говорю, а почему? Она мне показывает, я такая, хорошо, что ты в форму пришла, она говорит, да нет, он меня просит, чтобы я поправилась, говорит, какая ты там красивая, а вот сейчас похудела, поэтому это дело вкуса, но я думаю, каждая жена должна вот как-то находить, находить баланс со своим мужем в том, что ей нравится, в том, что ему нравится. Итак, женщина-дочь, она ищет покровительства, она ищет защиты, она будет, очень часто они выходят замуж за мужчин, которые старше, чем они возрастом, потому что им не хватает даже вот какой-то родительской такой опеки или заботы. Женщина-женщина, она общается с мужчиной более на равных, она может быть лидером, но она ищет мужчину сильного, которому она подчинится, готова покориться. Женщина-мать, но у меня опять, если мы продолжим тему про птичек, ассоциация такой наседки, да, или уточки, которая опекает своих деток, которая оберегает, которая ведет за собой целый выводок. Женщина-мать, она относится немножко покровительственно, она выходит замуж за человека, о котором она хочет позаботиться, она будет заботиться о нем всю жизнь. Вы знаете, очень часто даже женщины могут выходить замуж за мужчин с какими-то недостатками. Вот я иногда читаю в христианских журналах статьи, женщина красивая, здоровая, вышла замуж, мне буквально рассказывали историю за мужчину, инвалид, в инвалидной коляске, очень с большими увечьями, они заботятся, в них материнский инстинкт очень развит, даже когда они девочки, девушки, как я сказала, независимо от возраста, женщина-мать, она относится снисходительно к слабостям, она не будет пилить своего мужа, она понимает, ну, ничего страшного, прощает, очень многое. Любовь женщины-дочки, это очень напоминает отношения папы и дочки, женщина-дочь, в ее браке даже, она вот как бы к своему мужу, она его очень уважает, но она очень беспомощная, она очень слабая, поэтому ее любовь немножко напоминает вот любовь девочки к папе. Женщина-женщина, они с мужем друзья, у них любовь, взаимное уважение и дружба, они друзья, они вместе обсуждают что-то, они вместе делают что-то, они, как сегодня говорят, в мире партнеры, да, ну, в нормальном смысле, то есть они могут вместе делать какое-то дело. Женщина-мать, ее любовь больше, как родительская, она опекает, она заботится о своем мужчине. Если мы посмотрим, как каждая из них в браке с детьми обращается, да, если это женщина-дочь, как тип, вы понимаете, да, женщина-дочь, женщина-женщина-женщина-мать, если это женщина-дочь, обычно в таких семьях немного детей. Почему? Потому что она с ними не справляется, она говорит, я не знаю, что с ними делать. У меня одна знакомая рассказывает, у нее ребенку 3 года, когда я с ней познакомилась, она рассказывает, я, говорит, когда его принесла из роддома, я боялась к нему прикасаться, я говорю, Игорь, сам его меняй, я его не могла купать, мне просто страшно было подойти. Я говорю, так ты же родила, ну, выносила, родила ребенка, все нормально получилось. Я говорю, и что, он у меня его купал? Я просто боюсь, у меня вот так вот руки трясутся, я не могу к нему подойти. Я говорю, что она говорит, до сих пор купает, но ребенку 3 года. Ну, как бы, немножко, мне кажется, так вот, как бы в крайности можно как-то совладать со своим страхом, это твой собственный ребенок, мне кажется, а как же материнский инстинкт? Ну, как ты ему дала его купать? Как ты у него его не вырвала? Не прикасайся пока еще, да? Иногда наоборот, мужья, то есть они не знают, не умело, ребенок капризничает, или ребенок заболел, она будет говорить, я не знаю, что делать, сделай же что-нибудь, или кричащего ребенка ему в руки, да? Женщина-мать, наоборот, у него заберет, а это вот есть такие мужья, которые с детьми лучше справляются, или если ребенок заболел, не дай бог, не знаю, что делать, делай что-нибудь. Женщина-женщина с детьми, она, у нее подход более зрелый, она нормально справляется с детьми, но не против, чтобы муж тоже как-то участвовал в этом, да? Она говорит, ну это же твои дети, ты же отец, воспитывай, давай. В ее отношениях к детям, она говорит, накормить и одеть детей это не самое главное, она заботится о том, чтобы детям дать образование, научить детей музыки, детей нужно на спорт отдать, ну что, нормально, вот покормили, но это не главное, она смотрит далеко в будущее, она хочет, чтобы у детей было хорошее будущее. Женщина-мать, ну у женщины-женщины среднее количество детей, она, так, не самое, вот женщина-мать, это настоящая мать, это очень часто многодетные мамы, это самые лучшие матери, они очень любят своих детей, и вы знаете, вот проанализируйте сейчас, я когда ехала сюда, анализировала, кто из моих знакомых говорил о мужу, что это ее старший ребенок, говорил кто-то из ваших знакомых когда-то, не слышали? Вот я слышала, и она говорит, да, это же еще один ребенок, это что же, одеть, накормить надо, да, за ним же только смотреть, досмотреть, он на улицу идет, вот женщина-дочь, она будет выходить на улицу, муж ей, ты же курточку одень, там же ветер, там же, она, она как ребенок, как будто она не знает, в 35 лет или в 28, что нужно шарфик одеть, или еще что-то, а женщина-мать, если муж идет на улицу, она там же ветер, она ему будет стоять, застегивать, ему неудобно перед людьми, да не трожь ты меня, она его шарфиком закутает, бутерброд в карман засунет, понимаете, или он в дорогу, никогда в жизни с пустыми руками не поедет, вот некоторые могут мужчины ехать в командировку, да ничего, мне не надо, я заеду на заправке, там, куплю себе кофе, еще что-то, да, и с ним будет ехать другой мужчина, и у него там тормозки, и все разложено, и на двоих хватит, это у меня так на конференцию, недавно мой супруг ездил, вот, и обратно еще привезут, ну, женщина-мать попалась, да, кому-то, в отношении к детям, такой маме, неважно, какие оценки у ребенка, она говорит, моего ребенка обидели, ух, это учительница, ей главное, чтобы детки были сытые, отдох, не успел уроки сделать, ему нужно спать, главное, чтобы ребенок отдохнул, было бы здоровье, остальное будет, образование, то есть она может быть, то есть вы понимаете, если вы женщина-мать, это не значит, что это плохо, это значит, что вам или нам, да, нужно просто в себе это развивать, немножко дальновидность, понимать, что как бы мы не кудахкали над своими деточками, вот, накормили, вкусные пирожочки им приготовили, нужно думать о будущем детей, нужно образование, чтобы дети получали, может быть, в какой-то мере немножко строгость проявить, да, поэтому им важно, лишь бы ребенок был счастлив, и такую немножко смешную иллюстрацию проведу про мышку, вот, представьте себе ситуацию, дома, дом двухэтажный, муж на втором этаже, жена на первом этаже, резко раздается душераздирающий крик, перемешивающийся с визгом, муж в панике слетает вниз, думая, что случилось что-то страшное, или с ребенком, или с женой, жена стоит на табуретке, на одной ноге, и лежит просто диким визгом, он в ужасе спрашивает, что случилось, все живы, что здесь происходит, и она кричит, мышка, там мышка, это женщина-дочь, она беспомощная, она такая слабая, представьте себе ту же самую ситуацию, муж наверху, слышит в доме грохот, он спрашивает, что там случилось, она говорит, приди помоги, не могу сама справиться, сейчас мы убьем вместе, представьте себе, женщина-мать, муж наверху, слышит страшный грохот, кричит, спрашивает, что там происходит, она говорит, дорогой, все в порядке, не отвлекайся, тут была мышь, я ее убила, то есть она самостоятельная, она не хочет отвлекать мужа, она справляется, как эти три женские души проявляются в служении, женщина-дочь, ну предположим, что они в церкви служат, муж служит, женщина-дочь, она или вообще не служит, или очень-очень-очень немного, потому что она не может на себя брать ответственность, потому что она говорит, вдруг у меня не получится, я боюсь, я боюсь быть с людьми, я боюсь идти в класс, а вдруг детям я не понравлюсь, она может стоять и при этом плакать, но это я тоже переживала, знаете, тяжело для воскресной школы служителей находить такое служение, они из легких, и некоторые могут прям искренне переживать, ну как же ты боишься, там же детки, они хорошие, с ними же так здорово, я боюсь, что им говорить, вдруг у меня не получится, поэтому женщина-дочь, ей нужно работать над тем, чтобы развивать в себе ответственность и больше и больше помогать мужу, потому что мы знаем, что отношения в семье крепкие, когда мы всегда вместе, не только в спальне, не только в кухне, но чем больше муж и жена вместе все делают, служат вместе, тем крепче семья, тем крепче отношения, женщина-женщина в служении может быть ответственной, она может служить, помогать своему мужу, делать все, что ее муж попросит, она может быть хорошим советником своему мужу, муж любит с ней обсуждать какие-то дела, ну понятно, которые можно обсудить, обсуждать с ней, советоваться с ней, они вместе работают как команда, А женщина-мать, она может, так как у нее такое сердце, Господь ее душу сотворил, материнский инстинкт, материнство в ней очень развито. Она очень часто будет служить в воскресной школе, она будет душепопечителем, она видит людей, у которых проблемы, у которых сложности, вот в ней материнство, она опекает людей. Но она может знать все о проблемах мужа, потому что понятно, что в каждой христианской семье муж-глава, аминь, да будет так, в каждой христианской семье муж-глава. Но в ее, такой сказать, опеке, да, она заботится о мужа, ты расстроенный, что случилось, кто тебя обидел? И вот есть такие женщины, которые даже могут, узная, что какая-то проблема, за мужа решать эти проблемы, ну, сохрани, Господь, это, конечно, от незрелости приходит, или еще прийти и сказать, ты вот моему сказал, ты его там расстроил, или еще что-то. У нас даже были случаи, когда моему мужу звонили женщины и исповедовали своих мужей, ну, заочно, но он сам не придет, но она ему позвонила, все рассказала, исповедала и сказала, что пастору нужно с ним делать. Вот, он мне, конечно, не рассказывал, в чем исповедала, но такие вещи, такие вещи бывают. Женщина берет инициативу, она как мать, она знает, что нужно, как нужно, и ее сердце чисто пред Богом, она хочет как лучше, да, она хочет как лучше. Итак, по поводу работы, что можно сказать, эти три типа женщины. Женщина-дочь, конечно, очень часто не работает. Она вышла замуж, ой, я не знаю, деньги тратит нормально, но она никогда не знает, сколько денег на счету, как, ой, так получилось, опять четыре овердрафта. Ну, вот они такие немножко, может быть, наивные, да, или не развивают просто в себе ответственность. Они очень часто не работают, муж обеспечивает. Она говорит, я понятия не имею, откуда там деньги берутся, сколько денег, сколько мы за дом платим, они никогда ничего не знают. Женщина-женщина может работать, может не работать, может работать наравне с мужем, может платить биллы тоже, то есть она понимает ответственность и в этом развивается. Женщина-мать не работает очень часто, но не потому, что она ленивая, или не потому, что она, потому что она хочет быть с детьми. Она так сильно любит детей, она хочет быть с детьми, хотя, если есть нужда, она пойдет на работу, чтобы помочь своему мужу. Если какая-то ситуация или что-то сложно, она просто пойдет, чтобы помочь мужу. Карьера ее не интересует. Женщина-мать никогда не пойдет на работу, как одна моя тоже знакомая сказала, говорит, вышла на работу, а что, как бы есть необходимость? Муж же хорошо зарабатывает. Ой, скучно дома сидеть, и вообще сидишь дома в халате целыми днями, и столько сапог купила, некуда даже одеть, а то хоть я в офис одеваюсь. Ну, такое тоже, наверное, бывает. Так вот, женщина-мать, она никогда не думает о карьере, она думает прежде всего о своей семье. Внешность. Как отражается это на внешности? Женщина-дочь – это куколка. Она очень обеспокоена тем, как она выглядит. И я слушаю истории, я думала раньше, что это просто, ну, такие анекдотичные истории, шутки, потому что, ну, я не думала, что правда такое бывает. Ну, потом встретилась с такими людьми. Вот, женщина-дочь, она может манипулировать, она может говорить такие вещи. Ну, если ты меня любишь, я хочу еще одну сумочку. Или еще, ну, вот мне, правда, тяжело верилось, что как бы в наше время могут. Вот она, ей всегда хочется еще что-то, она просит мужа что-то купить. Вот, если ты меня любишь, ну, вот как ребенок, знаете, может быть капризно. Еще что-то хочет, еще одну игрушку. Да у тебя ж есть, ну, еще хочет и так далее. То есть, она очень работает над своей внешностью, следит за собой. Ну, ей, в принципе, больше делать особо нечего, да, если она не работает и детей не рожает много. Женщина-женщина, она будет ухоженной, она любит следить за собой, потому что рядом с ней муж, мужчина, которого она уважает. Она понимает, что вокруг мир и все остальное, но она без крайности, потому что она больше любит быть в служении, может быть, работает и более-менее в ее жизни баланс. Внешность женщины-матери, ей нужно в этом подтянуться. Она настолько самоотверженная, она настолько жертвенная, она прежде всего думает о детях. Я знаю, что в наше время сейчас это не совсем приемлемо, но в те времена, когда это раньше было в России, когда могли только одни сапоги купить или одни туфли, или был один отрез ткани, то она шила юбку дочке, а не себе. То есть, это жертвенное, потому что она говорит, не так важно, как я выгляжу, лишь бы моему мужу было хорошо, моим детям было хорошо. Она не будет крутиться перед зеркалом, она будет вареники готовить или пирожки, потому что для нее это приоритет. Она хочет накормить свою семью, она от этого получает удовольствие, удовлетворение, она от этого счастлива. Еда, приготовление еды. Женщина-дочь не готовит, не любит или не умеет. И я думаю, вы все знаете такие семьи, когда вы приходите, и муж может приготовить, и муж накрывает на стол, вы думаете, когда видитесь по воскресеньям в церкви, а потом приходите в гости, вообще очень хорошо к людям домой приходить. Сразу видно все намного больше. Женщина-женщина, она готовить умеет и готовит, но по мере необходимости. Майонез домашний не готовит. Или кетчуп. Женщина-мать, она и любит, и умеет готовить. И любит это делать, потому что... И я заканчиваю еще последнюю мысль, которую я хотела сказать. Итак, каждая из нас, я думаю, наверное, увидела себя, вот у нас больше характеристик одного из этих типов. Поэтому, как мы сказали, наша жизнь, век живи, век учись, да, и Господь нас призывает к тому, чтобы мы постоянно учились, вникали в Слово Божье и работали над собой. Пусть Господь нам всем поможет это делать, развиваться, развивать другие качества, которых у нас не достает, чтобы наша семья была полной, гармоничной, счастливой. И последняя мысль, которую я хочу сказать перед тем, как мы закончим, пожалуйста, да, есть у меня еще минут пять. Вот я упомянула уже это иногда. Я общаюсь с молодыми людьми, ну, мне всего 38 лет, я себя считаю еще очень молодой. Ну, в душе, знаете, все так говорят, и мои родители тоже так говорят. Но вы знаете, когда мне было лет 18, я очень уважаю моего папу. У меня папа служитель, я его очень уважаю. Когда мне было лет 18, он очень много, вообще с детства он очень много с нами беседовал. У моего папы пять дочерей. Он очень много с нами беседовал, и слава Богу, я ему благодарна за это. Я помню, он сказал одну вещь, которая меня просто возмутила. Я прям вот не могла дослушать. Он говорил о любви, и он говорил, что вот любовь – это не эмоции, это не чувства. И он сказал такую вещь страшную, говорит, я вообще верю, что христианский брак, вот христианин – хороший брат и сестра, они могут вместе просто так, вот без всяких, на ровном месте пожениться, их служители благословят, и если они хорошие христиане, они будут жить долго и счастливо. И я прям вот просто возмутилась, такая, пап, ну не до такой же степени, ну как же так? А как же все вот эти вот чувства, о чем девушка мечтает, влюбленность и романтика и все остальное? Ну, Господь нас такими сотворил, есть у нас просто это желание, да? Вот мужчина видит брокли и розы одинаково, да? Для него это, ну… Вот, в принципе, ну одни зеленые, одни красные. Вот, ну у нас что-то в душе просто просыпается, и у нас глаза начинают… Ну вот не знаю, ну вот столько лет, да и все равно, я-то понимаю, ой, да не надо, да не покупай ты мне эти цветы. Ну я знаю, что когда он их купит и принесет, ну хочется нам какой-то романтики или открыток, или еще чего-то. Нас такими сотворил Господь. Нам хочется этих чувств. Но, становясь старше, я вспоминаю часто вот те все многочасовые лекции, когда мой папа с нами беседовал. Я понимаю, что, вы знаете, он был прав. Я не хочу сказать, что не нужно ждать какой-то любви или влюбленности, но я верю, что, как я сказала, 200 лет, 500 лет назад, никто не производил такого ажиотажа вот от этой любви, влюбленности, от каких-то чувств, вот исключительно чувств и эмоций. Мне кажется, сегодня мы теряем стандарты, мы теряем принципы, потому что очень много решений, очень много того, вот на чем мы основываемся, оно исходит из наших чувств, из того, что мы чувствуем. А наши чувства, особенно мы женщины, мужчины знают, они такие нестабильные. Они могут вот так скакать сегодня, плакать, завтра радоваться. Ну, понятно, и физиология здесь замешана, да, мы не будем о физиологии говорить, но это так, на самом деле. Поэтому наши чувства, они могут быть изменчивыми. Но я хочу сказать, что то, что сегодня весь мир говорит, мы должны быть на чеку, и мы не должны принимать это в свое сердце. Для нас любовь, это на самом деле то, что написано в первом послании Коринфянам, потому что это единственная настоящая любовь. И то, что я сегодня слышу, многие молодые люди, вот, вы знаете, мне кажется, иногда отношения в семьях уже похожи на идолопоклонство. Моя куколка, я тебя обожаю, я тебя боготворю. И они просто настолько говорят, он для меня все, он для меня весь мой мир. И когда я слышу, классно, что люди любят друг друга, но иногда во мне поднимается ревность. И я хочу сказать, а Господь как-то где? Потому что мы в воскресенье поем песни, мы говорим те же слова Господу, мы говорим, что ты для меня все, ты моя жизнь, всем сердцем, всей душой, я люблю тебя. Да, я верю, что есть место и тому и другому христианской семье, но мы вместе живем для Господа. И я хочу сказать, что то, что сегодня Яндекс провел исследование и сказал, что каждая женщина ищет, и она готова худеть, и что-то там себе наращивать, рисовать, и еще что-то делать, чтобы заманить мужчину, который будет ответом на ее проблемы. Так вот, я верю женщине, что для нас, женщин-христианок, мужчина – это не ответ на наши проблемы. Аминь. Наш муж – это не кошелек, который нам покупает туфли и сумочки, правда? Мы прекрасно понимаем, что наш муж – это не источник всего, что нам нужно в нашей жизни. Нашу душу сотворил Господь со всеми нашими потребностями, может быть, какие-то комплексы или потребность в любви, во внимании. И мне кажется, что сегодня в нашем мире вот есть как пиявки присосутся и ожидают, что вот все, что есть в моей сложной душе, он должен восполнить. И потом, когда он общается с другой, с третьей парой, с семьей в церкви и не уделяет время, а у меня есть потребности, а он меня не выслушивает, а он меня там не опекает, не лелеет, надо мной не прыгает, не трусится, и тогда приходит разочарование, и потом начинаются претензии в жизни людей, потом начинаются конфликты, и потом начинается вот то, что называют снежный ком, который нарастает и нарастает. Я верю, что у нас должен быть, и я верю, что он у нас есть у всех, немножко другой подход к браку. Очень хорошо любить друг друга, ценить друг другом. Нам нужно понимать, что только Господь Иисус, Он является смыслом и центром нашей жизни. Мне нравится местописание, где написано, что Он сотворил сердца всех их, и Он вникает во все дела их. Нашу душу сотворил Господь. И может быть, нам нужно на коленях перед Господом иногда, желательно всегда, часто, выплескивать и искать от Него. Это утешение, это понимание. Наверное, самая частая фраза, которую женщины расстроены, бросают своему мужу, «Ты меня не понимаешь, ты меня не понимаешь». Прекрасно, мы знаем, куда идти. Можно идти к тому, кто всегда нас понимает, кто всегда нас выслушивает. И тогда вместе с нашим мужем сказать, «Господь, Ты нас соединил вместе, и мы как одна команда, мы не будем просто друг на друга смотреть. Ты мне подарок, я тебе, мы все деньги друг на друга потратим. Мы все время только друг другу отдадим». Классно было бы, да? Ну, по-человечески. Но мы понимаем, что это не наша судьба. Тогда мы будем не друг на друга, а мы будем вместе в одном направлении. Делать, идти к тому, к чему призвал нас Господь. Растить наших детей, служить Господу, жить, радоваться, видеть не только друг друга, а видеть вокруг нас мир, видеть тех людей, которых Господь приводит в нашу жизнь. Поэтому, женщины, наша душа – это набор противоречивых, необъяснимых, очень часто неподдающихся мужской логике эмоций, чувств. Поэтому, когда нас штормит, она штормит, правда? Бывает. Когда в нас поднимаются какие-то чувства или эмоции, мне очень нравится местописание, 114-й псалом. Мы можем сами себе говорить «Возвратись, душа моя женская, такая эмоциональная, возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя». Аминь. Слава Господу за наши… И последнее пожелание, которое хочу за наши семьи, за наших мужей. На этой неделе приближается День влюбленных. Я знаю, что мы в церкви христиане не празднуем, но мы все равно видим везде валентинки, валентинки, красные шарики, подарки, и я тоже читаю Фейсбук и вижу, ну, как бы, чем люди вокруг живут. Так вот, я хочу ставить вам напоминание. Самое прекрасное местописание. Первое Коринфянам, 13-я глава. Если вы много раз разочаровывались, что вам не дарят цветы или подарки, ваш муж, на этот праздник, я вам хочу сказать, что любовь всему верит. Вы думаете, ну, в этом году он исправится. Любовь всего надеется. Ну, просто, ну, цветочки. Ну, во Фредмайере, в Сейфвэе. Просто они дорогие. Ну, просто. Вот меня что же любят? Любовь всему верит, всего надеется. И даже если не будет никаких цветочков, она все переносит. И любовь никогда не перестает. Аминь. Пусть Господь поможет нам любить такой любовью. Слава Богу. Я думаю, то, что вы получили какую-то мысль, назидание. И хотел в конце, у нас есть несколько минут, может быть, у вас есть вопросы. Вы хотите задать вопрос. Вы можете или поднять руку, или быстренько написать и передать. Я думаю, с Божьей помощью. Здесь есть служители. Постараемся ответить. Ну, это трагедия. Это неправильно. Много есть причин. Однозначно сказать тяжело, что так быстро. Любили друг друга, потом перелюбили. Но одно из таких есть утверждение, может быть, вы знаете, может быть, Rais� investor, Есмин right? Эсть fors $ $ крento? eking академен. ложь там или нет? Heartbeat,